Отрезанные от цивилизации так называют себя жители деревни Березники Тюшевского сельского поселения. Газа нет, дороги тоже, электричество дает сбой. Многие дачники хотели бы жить здесь постоянно, но условий для этого нет. Когда холодно, приходится топить дровами. Когда жарко, холодильники из-за скачков напряжения не работают, и продукты портятся. Мы испытываем трудности, как в самой глухой сибирской деревне. Первое, начнем. У нас практически нет электроэнергии. Она то 280 вольт дает нам, то 120 вольт дают нам. Второй момент. У нас, чтобы поговорить по телефону, нужно залезать на крышу, ну на чердак. Еще хотел сказать про газ. Здесь деревня, она, конечно, не очень большая, но дело в том, что мы вблизи города. От Дягилева всего 8 километров. Ну что такое 8 километров? Центр России. И мы пользуемся баллонным газом. Но больше всего переживают местные жители и дачники за дорогу, которая проходит через деревню Березняки и доходит до местного кладбища. По рассказам старожилов, после дождей сюда очень сложно проехать на машине. Когда везут покойника, сердце кровью обливается. Вот представляете, как он там поворачивается. Дальше праздники религиозные. И тут свето-представление. Это вот нам, местным жителям, здесь надоело, когда подходят и просят. Дерни, выдерни, подтолкни. Местные жители и дачники говорят, что они не раз обращались в различные инстанции, но пока видимых результатов нет. Нам удалось дозвониться до администрации Тюшевского сельского поселения. Нам рассказали, каким образом пытались решить вопрос с дорогой. Три года назад мы сделали проект. Нам обещали проект перетащить через Минсельхоз, так как будет там кровавая база хозяйства. Зачем? Ухажая, что перекидывают в подвяжье. Там будет кровавая база, они строят там. И нас оставили, куда я не включаю. Проект я отдала в район. Они сказали, там в тронпромпере. Первая возможность мы вас включим в проекте. Что касается ГАЗа, то здесь дальше проектов дело также пока не идет. По словам главы администрации, в деревне Березняки прописано слишком мало для этого людей. Там живут пять человек. ГАЗ написал, три года назад хотел проект сделать. ГАЗ написала, что у некоторой бабушки прописанные дома стоят. Я ходил, пересчитал, сквозь домашку, заменил участку. Написала, 32 человека. Они берут старт, что там прописано пять человек. Выбросили нас. Активист Сергей Павлович рассказывает, что уже 9 лет пишет письма в различные ведомства, чтобы решить хотя бы проблему с дорогой. Потратил немало сил, но на дорогу даже щебень не положили. Здесь прописан один человек. Согласен. А нужно 35 и более. Да, небольшая деревня. Я звоню, путь и пишу. Помогите, пожалуйста, дорогу аспортировать. ГАЗ привезти. Эта деревня Березняки превратится в светущий поселок. Надо устроиться. Кто не едет? Нет дороги, нет газа. Проведут ли в деревне Березняки газ? Разберутся ли со скачками электричества? Проложат ли здесь дорогу хотя бы из щебенки? Покажет время. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».